Привет, друзья! 5 октября 2021 года произошло знаменательное событие. С космодрома Байконург Международной космической станции стартовал корабль «Союз МС-19», на борту которого, помимо экипажа, космонавта Антона Шкаплерова, находилась популярная актриса Юлия Пересильд, вместе с кинорежиссёром Климом Шипенко. Сегодня это крайне актуальная и неоднозначная тема, которая взбудоражила все соцсети и стала главной новостью на российских телеканалах. Юлия – российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, первая в истории актриса, полетевшая для съёмок в космос. Она настоящий мастер своего дела, сумевшая не только завоевать симпатию зрителей и выдающихся режиссёров, но и заработать себе имя и известность. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Юлия Пересильд, какой недвижимостью она владеет и сколько зарабатывает актриса. Будущая звезда отечественного кино появилась на свет 5 сентября 1984 года в российском историческом городе Псков. С самого детства она твёрдо знала, что посвятит всю свою жизнь актёрскому мастерству. Хотя родные, да и сама девочка не могли понять, откуда у неё появилась эта мечта. Её близкие не были связаны со сценой. Мама Ирина была воспитательницей в детском саду, а папа, Сергей Пересильд, знаменитым на весь город иконописцем, по вечерам любившим поиграть на гитаре в кругу семьи. В 2001 году, получив аттестат об окончании школы, Юлия сразу же приняла решение отправиться покорять Москву. Девушка была решительно настроена поступать в театральный вуз, однако она даже не допускала мысли, что может провалить вступительные экзамены. Она попытала счастье во МХАТе. На вступительных испытаниях она декламировала стихотворение «Смерть поэта». А когда комиссия попросила исполнить что-нибудь более живое, то обиделась, развернулась и ушла. Но мысль об упущенных возможностях угнетала целеустремлённую девушку. Поэтому с новыми силами и большей уверенностью Юлия во второй раз попробовала поступить в театральный институт. В этот раз она отнеслась к поступлению более ответственно, и хотя не была до конца уверена в своих силах, всё же добилась цели. Отборочная комиссия одного из самых престижных вузов города, Гитиса, заметила потенциал светловолосой Юлии и пригласила её сразу на два факультета – актёрский и режиссёрский. Её кинокарьера началась ещё во время начала учёбы. В 2003 году ей досталась роль в произведшем в своё время впечатление на российских телезрителей сериале «Участок». Окончив обучение в 2006 году, девушка нашла работу в Театре нации в качестве приглашённой актрисы. Без преувеличения судьбоносным стало знакомство Юлии с Евгением Мироновым, пригласившим её в спектакль «Женитьба Фигаро» Кирилла Серебренникова на роль Сюзанны. Евгений и Юлия неоднократно появлялись вместе на официальных мероприятиях, из-за чего в актёрской среде стали говорить об их романе. Однако Пересильд неоднократно отрицала любые намёки на романтическую связь с Мироновым и подчёркивала, что их отношения остаются сугубо-дружескими. Миронов не был возлюбленным Пересильд, однако именно он познакомил актрису с режиссёром Алексеем Учителем. Отношения Юлии с режиссёром, который старше неё на 33 года, начали складываться в конце нулевых. Юлия неоднократно опровергала слухи о связи с Учителем. Вероятно, из-за того, что Алексей Ефимович не сподобился ради неё развестись с продюсером Кирой Саксаганской, на которой он женат с 1981 года. В 2009 году Юлия родила дочь Анну, а три года спустя у девочки появилась сестра Мария. Актриса отказывалась называть имя отца своих детей, но представители СМИ заметили учителя на Машиных крестинах, так что отпираться стало сложнее. Осенью 2017 года Пересильд наконец признала, что родила обеих девочек от Алексея Ефимовича. Несмотря на это, брак учителя с Саксаганской официально так и не был расторгнут. Впрочем, Юлию это не слишком печалит. Она заявила, что рожала детей для себя, а не с целью заставить режиссёра уйти из семьи. Формальная регистрация отношений для актрисы ничего не значит. С 2017 года в СМИ стали курсировать слухи о романе Юлии с миллиардером Романом Абрамовичем. Российский олигарх стал часто появляться на благотворительных вечерах, организованных фондом «Галчонок», в составе попечительского совета которого входит Пересильд. Более того, некоторые утверждают, что Роман Аркадьевич создал фонд развития современного кинематографа «Кино Прайм» исключительно ради Юлии. Сама актриса, разумеется, отрицает любые намёки на романтические отношения с бизнесменом. В 2020 году на фестивале «Кино Тавр» Абрамович и Пересильд были неоднократно замечены вместе. Более того, СМИ стали писать об охранниках, которых олигарх приставил к Юлии. Актриса поспешила объяснить в Инстаграме, что все неправильно поняли. Охранник действительно был, но охранял он не саму Пересильд, а бриллианты, которые ей одолжила для выхода в свет солидная ювелирная фирма. 5 октября 2021 года Юлия Пересильд с режиссёром Климом Шипенко, снявшим картину «Холоп», отправилась на корабле «Союз МС-19» к Международной космической станции. Артисты полетели на МКС для съёмок фильма «Вызов» про женщину-учёную в космосе. Пересильд стала первой в мире актрисой в космосе. Это будет первая лента в мире, снятая в реальном космосе, а не в павильоне. За 12 дней артисты должны снять весь необходимый материал, который будет использован в монтаже картины. 10-дневные съёмки фильма «Вызов» с Юлией Пересильд на МКС будут стоить 2 миллиарда рублей. Но дело даже не в космической стоимости детища Первого канала, а в том, что из-за этого сдвинули график профессиональных космонавтов, которые должны были работать на МКС. Пересильд прошла серьёзную и довольно изнурительную подготовку, необходимую для полёта в космос. Условия съёмок будут жёсткими, поскольку не будет ни гримеров, ни операторов. Юлий придётся самостоятельно делать себе макияж, прическу, а Клим примерит на себя роль не только режиссёра, но и оператора. В космосе они пробудут 12 дней и вернутся в буквальном смысле слова на Землю 17 октября. Капитан космического корабля Антон Шкаплеров останется на МКС, где пробудет ближайшие полгода. Юлия Пересильд много времени проводит на съёмках и в театре. В Москве актриса с семьёй живёт в ЖК бизнес-класса, в квартире площадью более 100 квадратных метров. Дочки Пересильд ходят в школу в пяти минутах ходьбы от дома. А когда выдаются свободные дни, то Юлия уезжает с семьёй в загородный дом. Загородный дом актрисы находится в Калужской области, в 150 километрах от Москвы. Главные фишки в интерьере – винтажная старинная мебель и много рисунков и картин. Есть небольшой огород, чтобы детей приучить к работе на земле. Пересильд купила здесь готовый дом, а внутри обустраивала его в компании своих родителей. Похожие дома неподалёку сейчас продаются в среднем по 5 миллионов рублей. Дом двухэтажный с жилым чердаком. На первом этаже – просторная столовая, гостиная, кухня. На втором этаже – две спальни, детская и гостевая комнаты. В спальне – кровать, комод, стол, шкаф. Вся мебель деревянная. Пересильд рассказывает. Самая интересная зона в доме – наш чердак, на котором детям можно всё. Зрительские кресла укладываются в ряды. Есть занавес, свет, лазеры. Это наш импровизированный театр. Юлия с дочками здесь устраивают концерты. Пока знаменитости в интервью рассказывают, что играть доходно только в кино, заверяя, что прибыль от выхода на сцену ничтожно мала, учреждения искусств переводят на их счета суммы, полученные от государства. Можно проследить, что в течение сезона артистам переводят деньги несколько раз – за репетиции конкретных постановок, за саму премьеру и дальнейшие выходы в спектаклях. Так, в открытых источниках имеется информация о том, что столичный театр наций, открыв сезон 2015, заплатил Юлии Пересильд аванс за репетиции 651 095 рублей. Кстати, ещё в мае Юлия попробовала себя как постановщик в «Песнях военных лет» и получила за это 712 500 рублей. С тех пор прошло много времени, Юлия успела принять участие во многих проектах, и нам остаётся только гадать о сумме гонораров, который получила актриса за это время. В свои 37 лет актриса многого достигла. Успела получить звание заслуженной артистки России, засветиться в компании влиятельных мужчин и даже получить денежное вознаграждение от президента страны в размере 2,5 миллиона рублей. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!